МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр финансов Чувашской республики Светлана Енильна. Добрый вечер, Светлана Александровна. Вечер добрый. Светлана Александровна, работа над бюджетом 2017 года идет полным ходом. Насколько я знаю, главный финансовый документ уже поступил на рассмотрение в Госсовет. Даже прошли первые публичные слушания по этому вопросу. При разработке бюджета, какими руководствовались соображениями, прогнозами, какое у вас видение, по какому сценарию будут развиваться наши финансовые события? Основной финансовый документ сегодня разработан. Он рассмотрен на кабинете министра и представлен на Госсовет. На сегодняшний день обсуждение идет данного документа в комитетах. И, как вы уже говорите, буквально вчера было публичное слушание по данному документу. На сегодняшний день мы уже приступили или формировали бюджет трехлетний. Соответственно, закон будет уже учитывать параметры трех лет. Это 2017, 2018, 2019 года. Соответственно, конечно, основная задача при формировании бюджета любого года – это обеспечение его устойчивости и сбалансированности. Именно этой цели мы преследовали при формировании данного бюджета. Для того, чтобы обеспечить устойчивость бюджета, его сбалансированность, подход должен быть, конечно, консервативный. Сегодня об этом говорит нам Минфин Российской Федерации. Соответственно, консервативный подход при формировании бюджета на 2017, 2018, 2019 года. Он и был учитан. Что касается, в принципе, текущего года, мы сегодня имеем неплохие темпы роста собственных доходов. То, соответственно, это и нам позволило более уверенно формировать бюджет на следующий год и учитывать, как бы сказать, все основные направления, все основные расходы бюджета в тех объемах, которые необходимы для обеспечения выполнения государственных полномочий. Светлана Александровна, что значит консервативный вариант, консервативный сценарий? Это означает, что мы принимаем во внимание или закладываем при формировании доходной части бюджета, так скажем, менее благоприятные сценарии развития экономики. Вот это и есть консервативный подход при формировании бюджета. Понятно. И вот вы упомянули о том, что мы сейчас вновь вернулись к составлению бюджета на трехлетний период. Какие преимущества дает эта форма? Все-таки год нам пришлось в прошлом году, не только нам, собственно, всем регионам, всей России бюджет был составлен на один год. Сейчас вновь вернулись к трехлетнему. Да, действительно, в текущем году мы исполняем однолетний бюджет. Мы к такому решению пришли после того, как было принято решение на федеральном уровне. Федеральный бюджет у нас тоже однолетний. Также было рекомендовано субъектам соответствовать, к примеру, федерации принимать однолетние бюджеты, потому что экономика развивалась тогда нестабильно, то есть не было четкого понимания его развития и, соответственно, определение параметров бюджета по доходной части. С учетом того, что уже ситуация в экономике стабилизировалась и, соответственно, уже у нас есть предсказуемая возможность предсказать темпы развития экономики. И с учетом этого мы уже перешли к трехлетнему планированию. Трехлетнее планирование или трехлетний бюджет, он, соответственно, имеет, конечно, только плюсы. Мы приступаем к среднесрочному планированию и по доходной части, и по расходной части. Соответственно, возникает возможность заключать уже и долгосрочные контракты. Это четкое понимание есть у нас теперь и по бюджетной политике Российской Федерации. Исходя из этого, формирование бюджета идет и субъектов Российской Федерации. Вот, в общем-то, эти плюсы, они действительно есть, и все органы исполнительной власти, и министерства, и ведомства, они уже определяют параметры своих программ, исходя из тех цифр, тех показателей, которые мы принимаем или утверждаем финансовым документом. Правильно я поняла, однолетний бюджет более маневренный, а трехлетний более такой устойчивый? Ну, маневренность бюджета, конечно, не зависит от срока его утверждения. Маневренность бюджета зависит от многих других параметров. Просто когда принималось решение по формированию утверждения бюджета на один год, это вынужденная мера была, потому что, в общем-то, были кризисные явления в экономике, и сложно было предсказать или прогнозировать его развитие и определить параметры подоход, в первую очередь, подоходной части бюджета. Поэтому федерация приняла решение принять однолетний бюджет. Соответственно, как я уже говорила, нами тоже такое же аналогичное решение было принято. Но сама маневренность бюджета, она не зависит от утверждения его на год или на три года. То есть, в любом случае, трехлетний бюджет, он говорит о более стабильности, о предсказуемости, об том, что мы можем уже прогнозировать на среднесрочный период. И вот, в общем-то, вот эти плюсы именно в том плане, что сегодня главные распределители бюджетных средств могут определить свои параметры по программам и конкретным программным мероприятиям, исходя из этого понимания есть и у муниципальных образований по развитию своих территорий. Есть какие-то принципиальные отличия у бюджета 2017 года от аналогичных документов? Ну, не будем брать 2016-й, потому что он однолетний, а вот, допустим, чуть более ранний. Что-то изменилось в нашей финансовой политике? Сам подход к формированию бюджета, конечно, оно не изменилось. Как я уже говорила, мы всегда сохраняем консервативный подход при прогнозировании бюджета. И социально ориентированный бюджет, мы это все время говорим, мы его тоже сохранили, потому что, в первую очередь, бюджет должен обеспечивать социальное развитие, должен обеспечивать защиту наших граждан и, соответственно, обеспечивать стабильность развития экономики. В общем-то, вот эти вот параметры, эти инструменты, они сохранены. Что касается отличий, да, отличий тоже имеет место быть при формировании бюджета на следующий период. Это, наверное, его профицитность. То есть, республика держит курс на уменьшение государственного долга и формирует этот бюджет таким образом, чтобы оно было направлено на уменьшение его более стабильности и устойчивости бюджета. Это и есть формирование профицитного бюджета. Светлана Александровна, ну, по нынешним временам сложно предположить и представить себе, чтобы в бюджете хватило денег на все, что мы хотим. Вот чем пришлось пожертвовать в первую очередь? И что осталось, как обычно, неприкосновенным запасом? Ну, я немножко, наверное, не соглашусь с формулировкой «пожертвовать». Я соглашусь с тем, что ресурсы, деньги, бюджетные ассигнования, они не всегда в полном объеме хватают на все планы, на все желания, так скажем. Ну, это естественно, это нормально, это, в принципе, оно таки будет всегда. Потому что мы всегда развиваемся, мы всегда желаем нового, лучшего, мы всегда хотим еще новый проект реализовать. Это совершенно нормально, и оно так должно быть. Сколько бы денег ни было, их всегда не хватает. Это даже если мы будем примерять на семейном бюджете, у каждой семьи это точно такая же ситуация. Но при этом это не означает, что пожертвовали тем или другим. То есть у любой семьи тоже формируют бюджет, и при этом есть четкие расходы, которые они обязаны осуществить, и, соответственно, они всегда его будут делать. Это, ну, у каждой семьи свое. В основном, конечно, они можно там статьи общие для каждой семьи тоже можно найти, и даже они есть. При этом у республиканского бюджета также есть расходы, которые при любых обстоятельствах должны быть профинансированы. В первую очередь, конечно, это обеспечение социальных вопросов, это социальная защита нашего населения, поддержка малоимущих граждан, это заработная плата, это содержание бюджетной сферы, это обеспечение оказания качественных медицинских услуг, оказания образовательных услуг и так далее. То есть эти статьи, они всегда должны быть в тех объемах, которые мы должны, которые обеспечить в полном объеме выполнение государственных полномочий. Понятно, что эти статьи, они при любых обстоятельствах сохраняются и в тех объемах, которые необходимы. Есть часть средств, которые, например, реализация новых каких-то вот проектов и возможности, которых можно отложить на начало немножко по срокам его реализации. Вот такие вот проекты, понятно, они остаются в перспективе, как мы говорим, в листе ожидания. И в последующем, при уточнении бюджета, при увеличении собственных доходов, они уже начинают финансироваться. То есть нельзя сказать, что какое-то из направлений осталось, ну, что называется, с пустым карманом? Нет, конечно, такого не бывает, что пустым карманом, как я уже говорила, в первую очередь финансируются первоочередные расходы, а в последующем они вот те расходы, которые не вошли в бюджет при его формировании, они в последующем уже начинают финансироваться. Светлана Александровна, пополнение доходной части бюджета – задача органов власти всех уровней. Об этом постоянно говорит глава Чуваши. С одной стороны, нужно искать какие-то новые резервы и новые возможности. С другой стороны, прилагать массу усилий о том, чтобы выполнялись параметры собираемости налогов. Вот по части собираемости налогов в этом году неоднократно возникали вопросы о том, что некоторые организации, некоторые компании задерживают обязательные платежи, о том, что, и даже вот мы с вами в этой студии говорили о том, что налоговая дисциплина у нас хромает. Как сейчас обстоят дела и не вызывает ли какого-то беспокойства вот эти вот цифры, которые запланированы на следующий год и на трехлетний период, они будут выполнены стопроцентно? Что касается выполнения параметров бюджета, я в начале же своего выступления говорила в части консервативного подхода. Это и говорит консервативный подход из менее благоприятного сценария развития. Соответственно, исходя из этого, менее благоприятного, так скажем, поступления и доходов. Для этого мы формируем бюджет, чтобы он был устойчивый, для того, чтобы не было у нас в последующем такие ситуации, где мы не можем обеспечить те обязательства, которые уже взяли. Для этого он не консервативный, для того, чтобы мы обеспечили в полном объеме те расходы, которые мы сегодня принимаем. Это первое. Что касается второй части вашего вопроса, в части обеспечения поступления собственных доходов темпов роста. Да, эта задача всегда ставится главой республики перед правительством, перед муниципальными образованиями. Увеличение собственных доходов, понятно, конечно, если наши собственные доходы по республиканскому бюджету 96% это налоговые доходы. Здесь, конечно, нам необходимо отметить, что действительно улучшение качества администрирования это всегда стоит. И вторая тема, которую ставит глава Чувашской республики перед правительством, это именно как раз улучшение или увеличение налогового потенциала. То есть вот эти два направления, они должны именно идти, и, соответственно, мы должны отрабатывать по этим двум направлениям. Что касается в первой части, вы говорили, что есть сегодня юридические лица, которые своевременно не выплачивают налоговые платежи в бюджетную систему. Да, эта тема есть. Она вот была очень, так скажем, в 2015 году очень характерна, наверное, даже потому что кризисные периоды, это очень сильное, так скажем, потрясение для экономики было в 2015 год. Это всегда тема дисциплины, налоговой дисциплины имеет место быть. На сегодняшний день налоговая служба отмечает динамику снижения задолженности по налогам, но в то же время она еще не обнулилась, она имеет место быть. Здесь налоговая служба работает совместно комиссию, есть во всех муниципальных образованиях эти комиссии также работают по поводу того, чтобы улучшить качество администрирования и налоговую дисциплину. Что касается второй части, это увеличение налогового потенциала. Данная задача всегда ставится, и она, в общем-то, глава, когда определяет задачу или ставит цель по поводу увеличения собственных доходов, она всегда ставится в первую очередь главой республики. И понятно, здесь для того, чтобы увеличить налоговый потенциал, мы должны быть и инвестиционно привлекательны. Для этого тоже в республике немало делается, и, соответственно, мы считаем, что в последующем оно и будет сказываться на поступлении налоговых доходов. Сегодня уже в текущем году мы имеем неплохие результаты. По консолидированному бюджету у нас за 10 месяцев 11% роста. Это собственных доходов. В большей части оно, в общем-то, этот темп роста обеспечивается за счет роста налоговых поступлений. То есть увеличение налоговлагаемой базы. Да, это увеличение как раз той базы, которая, в общем-то, нам дает в последующем увеличение собственных доходов. Сегодня по темпам роста собственных доходов республика опережает средний темп роста и по Российской Федерации, и Приволжского федерального округа, и Приволжском федеральном округе мы входим в первую пятерку. Соответственно, конечно, эти темпы нам позволяют до больших объемов обеспечивать и расходную часть бюджета, и, соответственно, позволяют бюджету в последующем уже участвовать в улучшении или в развитии налогового потенциала. Светлана Александровна, вот в этом году буквально недавно шла речь о том, что Минфин России со следующего 2017 года вводит новые условия предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Что за условия и как это отзовется на региональных бюджетах? Мы в состоянии будем их выполнить? Да, действительно, если до сегодняшнего дня, до 2016 года бюджетам субъектов Российской Федерации дотация предоставляется без каких-либо условий, тем более дотация на выравнивание. Действительно, со следующего года правительство Российской Федерации планирует внести изменения в бюджетный кодекс, где будут прописаны условия предоставления дотаций. На сегодняшний день утвержденных этих условий нет, но есть условия, которые обсуждаются. Первое условие, которое обсуждается для предоставления дотации, это увеличение собственных доходов. Ну, второе условие – это консолидация или оптимизация бюджетных расходов. На сегодняшний день республика и по первому критерию, и по второму критерию определенную работу проводит. Мы сегодня имеем неплохие результаты. Соответственно, те инструменты, те механизмы, которые были нами внедрены уже по выполнению этих условий, они будут дальше расширяться. Еще будем мы его совершенствовать, эти инструменты для того, чтобы обеспечить выполнение этих условий. Конечно, мы ставим задачу, цель перед собой, чтобы выполнить эти условия однозначно. Ну, увеличение доходов и оптимизация, повышение эффективности расходов – это, собственно, задачи, которые стоят перед органами власти всегда. Вот почему сейчас заговорили об этом как об условии? То есть есть какие-то цифры, какие-то критерии, то есть жесткие, что вот мы должны, допустим, держаться в рамках таких-таких параметров и никак иначе? Или как-то по-другому это? Ну, сегодня Российская Федерация, когда принимает такие решения, ну, в общем-то, есть, так скажем, основания для принятия этого. Потому что правительство Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации сегодня отмечает ряд регионов, которые увеличивают сегодня государственный долг. И при этом государственный долг превышает доходы бюджета, где-то не только собственные доходы, где-то в целом доходы бюджета. И, соответственно, это, конечно, очень негативно влияет на управление общественными финансами. Это говорит о нестабильности этих бюджетов. И вот учитывая, что есть такая тенденция, которая ведет к увеличению государственного долга субъекта Российской Федерации. И Министерство финансов России вынуждено принимать такие решения для того, чтобы ставить более жесткие условия по управлению общественными финансами. Это дисциплинарного характера мера. Для того, чтобы действительно дисциплинировать субъекты Российской Федерации по отношению к управлению общественным финансом. Поэтому, в общем-то, понятно, что такие явления, такие субъекты сегодня есть в Российской Федерации. Исходя из этого, было принято решение, в общем-то, дотации, если даже предоставлять дотации, уже на конкретных условиях или того, в полном объеме, чтобы Министерство финансов могло контролировать управление общественными финансами в регионах Российской Федерации. Нам, я так понимаю, ничего не грозит. Мы не числимся среди нарушителей финансовой дисциплины. Нет, сегодня мы действительно не числимся в числе нарушителей. Сегодня мы обеспечим выполнение всех условий по получению бюджетного кредита. И, соответственно, мы даже, наверное, Министерство финансов Российской Федерации считают, что управление общественными финансами у нас в республике, оно, в общем-то, сегодня достаточно на хорошем уровне. И поэтому те резервы, ресурсы, которые мы сегодня имеем, те инструменты, которые мы внедрили в управление общественными финансами, дали нам хорошие результаты, и дальше мы будем их только совершенствовать. То есть мы вправе рассчитывать на дальнейшее сотрудничество. Да, да. Ну что, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была министр финансов Чувашской Республики Светлана Енилина. Спасибо за внимание и всего вам доброго.